всем привет меня зовут наталья и сегодня я вам хочу показать свои последние приобретения речь пойдет не о красивостях а о полезностях если можно так сказать я очень давно хотела купить доску для беговки остановила свой выбор на марте стюарт достаточно долго думала потому что меня смущала все таки вот эта вот линейка в дюймах прямо при вас открою и посмотрю что это за чудо которые все так хвалят поделюсь своими впечатлениями вообще конечно об этой доске сказано уже много хорошего нужно чтобы было собственное впечатление в комплект входит досочка сама палочка для беговки и уголок для конвертов конверты конечно сейчас делать не буду с этим еще нужно разбираться посмотрим как она любит вот у меня есть лист акварельной бумаги плотность 230 смотрим в чем разница между беговкой шум какие-то раньше делала и специально ну конечно вообще разница очевидна потому что сгиб покажу здесь видно получается как типографский на такой широкий достаточно я достаточно долго думала стоит ли ее покупать потому что мне казалось что большое расстояние между рисочками вот этими получится широко но вот если для открытки то достаточно одного сгиба потому что благодаря вот своей ширине во внутрь вполне можно вставить еще какую-то бумагу допустим бумажку с пожеланий написать так а если делать два параллельно с минимальным отступом смотрим насколько он будет широкими рядышком вот это минимальное расстояние которое возможно сделать на этой доске надеюсь видно с обратной стороны так ну конечно для открытки по моему вот это достаточно широко а вот для альбома где будут вставляться еще вклеиваться бумага скраповая фотографии добавляться или для конвертов достаточно разница конечно вообще поразительная между тем что ты делаешь шилом или не пишущей ручкой и все-таки доской сейчас я вам покажу еще что у меня есть для вас это резак я очень долго выбирала себе резак потому что как раз таки вот марту стюарт я не захотела по причине разметки дюймовой так как не вижу смысла сначала отмерять линейкой а потом это прикладывать резать на языке поэтому я остановила свой выбор на более дешевом варианте это китайский резак сабельный у него в комплекте еще идет защитный кожух но если вы достаточно аккуратный человек и можете от маленьких детей спрятать все это приспособление то наверное не стоит его устанавливать поскольку он затрудняет именно процесс измерения более точного подгонки под нож здесь есть держатель для бумаги который очень легко фиксируется буквально одним пальчиком что не может не радовать с этой стороны у ножа тоже есть фиксатор но настолько простенький что детей конечно не спасет в этот врезок у меня формата а4 есть еще формата 3 но я посчитала что а3 будет наверно совсем большой потому что здесь а4 вертикально и горизонтально то есть листа скраповой бумаги 30 на 30 это более чем достаточно модель конкретно вам скажу к в 3 у 13 921 их очень много похожих моделей я долго не могла выбрать именно из-за того что мне казалось они все похожи и было сложно остановиться выбор на каком-то конкретном резаке так давайте посмотрим как он режет я уже немножко попользовался что впечатление у меня нем самые положительные потому что для меня самое главное было это точность реза читала у девочек отзывы что у некоторых резаков там ну немножко вроде бы как отходит а на миллиметр 2 для меня миллиметр 2 это очень много я перфекционист мне нужно чтобы очень точно резала все я уже его попробовала скажу вам что точность реза у него очень высокая это крафтовый картон плотностью где-то около 300 можно даже немножко больше грамм на миллиметр без проблем очень точный очень чистый лес без махрушек по мне вот он идеально режет так скраповая бумага она получается плотностью у нее конечно поменьше 180 грамм тут остались цифер будем идти на уменьшение тоже идеально попробуем отрезать тоненькую полосочку ничего никуда прижимать не надо смотрите видите идеально ровно то есть для картона для сара бумаги он подходит хорошо давайте попробуем еще порезать калька она достаточно тоже плотно аналогично очень чистый ровный лес так ну что еще вот у меня есть кусочек пленки небольшой не знаю вы видно или нет так как он прозрачный остатки штампа попробуем пленку тоже не знаю даже начнем показать может быть она как раз таки отсвечивает режет очень хорошо но я думаю что для подрезки блоков для блокнота плечо принципе многих работают сабельный резак он наверно вряд ли подойдет потому что несколько листов все равно будут съезжать из-за того что нет режима режим ручной как пишет производитель что в принципе означает что держать вы будете рукой это офисная бумага здесь у меня вас два три четыре листа давайте посмотрим справиться в резак вообще без всяческих усилий 4 листа я не знаю видно вам или нет но результат если честно впечатляет для такой цены я его покупала за 2 300 буквально перед самым новым годом у меня тут немножко задержалась доставка именно из-за праздничных от этих дней но я очень довольна наверно тонкую бумагу он будет резать не столь хорошо возьмем один лист офисной бумаги его отрезать так как тонкая бумага все-таки возможно может ну нет вот смотрите то есть вот при такой толщине сейчас я вам покажу вот не толщина и ширине вот при такой ширине никаких погрешностей нет никуда бумага не заезжает если только вот совсем больше попробовать возникнут с этим вот смотрите это где-то 2 3 миллиметра между двумя и тремя тоже очень ровно так что если вы все еще не решили какое себе купить резаки вообще стоит ли его приобретать я вам скажу что ну не могу отвечать за все остальные но конкретно эта модель для своей цены просто великолепно режет очень ровно различные материалы как я вам показала различную ширину он отрезает здесь есть удобная разметка а6 а5 а4 размер тоже у него достаточно подходящий потому что для листа 30 на 30 как и говорила вполне вместе вот в принципе все что я вам хотела сегодня показать надеюсь я облегчу ваши муки выбора и вы сможете наконец приобрести себе инструмент который хотели всем спасибо пока пока